Дорогие друзья, меня зовут Юлия Мамонтова. Я хочу передать вам немного тепла, яркости, сочности, хорошего настроения в наши непростые дни. Я представляю вам свою авторскую работу «Глянцевый жук» на деревянные панели в необычной технике с пчелиным воском и пигментами. Немного печально, что сейчас в России об этой технике мало кто знает, хотя именно наш советский художник Василий Хвостенко в 1936 году раскрыл состав инкаустических красок. Я мечтаю, чтобы ситуация изменилась и живопись воском стала популярной в России, как и за рубежом. Мне кажется, сейчас мы все немножко жуки. В сложное время мы спрятали свои хрупкие крылья под сильными надкрыльями и ждем момента, чтобы их расправить и лететь дальше. Радует, что натуральный пчелиный воск не пропускает воду, не гниет, его состав не изменяется от холода или жары, воды и радиации. До сегодняшнего дня отлично сохранились фаюмские портреты первого века нашей эры. И это о многом говорит. Живопись выполняется восковыми красками в расплавленном виде. Я писала картину не просто кистями, а со строительным феном с помощью специальной электрической палитры и других материалов, а это не простая задача. Но я знаю, что моя картина сохранит свою долговечность и цветостойкость на многие века. Обожаю технику. В ней важно работать быстро, точно, четко, пока воск не застыл. Картины приятно пахнут пчелиным воском. За это я особенно ценю эту технику. Максимум природы и невероятных свойств. Остается только расправить крылья и дождаться подходящего момента. А я буду создавать яркие работы, которые покажут всю прелесть энкаустики и скрасят ваши ожидания. Вкусно вахнет! Вот билос есть! Вот билос есть! И тут вкусно пахнет! И тут вкусно пахнет, да! Редактор субтитров А.Захарова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok